Контроль с воздуха. Руководители СПК «Ижемский оленевод» совместно со специалистом научно-производственной компании «Северпроект» совершили воздушный мониторинг земель, на которых ведут свою деятельность, компании «Печора нефть» и «Лукоил». Также оценили ход рекультивации земель на Лаеворском месторождении. Подобные облеты месторождений проводятся два раза в год, чтобы оценить, не опасно ли соседство нефтяников с оленеводами, ведущими традиционный образ жизни на прилегающих к нефтяным месторождениям территориях. На территории СПК «Ижемский оленевод» пасётся порядка 30 тысяч оленей колхозного поголовья и 9 тысяч частного. Соседство с недропользователями зачастую бывает печальным. Уничтожение пастбищ, нарушение режима использования земель, неконтролируемые разливы и выбросы. СПК уделяет большое внимание природоохранному контролю на месторождениях. Ещё одну опасность для животных несут заброшенные промыслы. Таких немного, однако оставленные бочки с химикатами, груды железа и мусора могут навредить. Нарушения, они налицо, в принципе, зафиксированы сегодня. Результаты, я думаю, что мы, конечно, в первую очередь поставим это нефтедобывающие компании на этих нарушениях. А если они там реагировать не будут на наши претензии, то будем дальше привлекать на природоохранные структуры управления соответствующие. О зафиксированных нарушениях руководство СПК ставит в известность руководство нефтяных компаний. И нефтяники, как правило, на замечания реагируют. Правда, не все. Так, например, компания «Печора нефть» после неоднократных предупреждений продолжает нарушать природоохранное законодательство. Мы с воздуха выявляли, где произошли нарушения границ отведенных земель и нарушения режима использования зимника. И в тех точках делали посадки, замеряли, на сколько метров они углубились. Специалисты смотрели, как оборудованы амбары, куда сливаются использованные буровые растворы. Зафиксировали утечки разливы химреагентов и подтоварных вод. Ну, там еще надо проверить, чтобы были колодцы, и чтобы там периодически брали на анализ эту воду в колодцах и проверяли, нет ли где просачивание из отстойника этих грунтовые воды и распространение этих отравляющих веществ за пределы этого отстойника. Заключительную оценку специалисты дадут после более глубоких исследований. Химические анализы почвы и воды, детальный расчет площадей, которые используются несанкционированно, запланированы на август. Надежда Литкова, Ольга Смирнова, Телеканал «Север».